Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня ночью в Анапе вновь выпал снег. Для анапчан это как подарок, а для коммунальных служб – дополнительная нагрузка. Но когда к ней готов, это не проблема. Около сотни сотрудников предприятия «Чистая Анапа» с 5 часов утра приводят город в порядок, расчищают улицы и тротуары. Кроме того, к уборке снега привлечено 6 единиц специализированной техники с плужно-щеточными механизмами. Пять машин оборудованы пескоразбрасывающими устройствами для посыпки улиц пескосоляной смесью. В этом году мы как никогда подготовились с учетом опыта прошлых лет, когда были ледяные дожди, когда было мощное обледенение тротуаров и проезжей части. Поэтому увеличен процент соли в пескосоляной смеси для обработки проезжей части дорог. Для дворников мы приобрели жидкий реагент «Бишофит», который будем обрабатывать, поливать на леде, на тротуарах. Конечно, хотелось бы также к населению обратиться, к магазинам, предприятиям, также к частному сектору. Думаю, что никому не трудно выйти и обработать территорию перед своим владением. Снег только добавил анапчанам предновогоднего настроения. А тут еще и на центральной площади города смотр Дедов Морозов и Снегурочек состоялся. Так что снежная густая метель словно по заказу украсила мероприятие под вполне обоснованным названием «Зарядись на Новый год». Деда Мороза похороводили и на задания. Школы, сельские библиотеки им теперь работать, не покладая рук. А на площади катались на каруселях, кормили петухов, чтобы задобрить символ Нового года и делали покупки на новогодней ярмарке. На театральной площади порядка 20 новогодних тандемов со всего города-курорта. Это можно назвать своеобразной разминкой. Они плясали, устроили первый в этом году хоровод вокруг главной анапской елки. Тут же первые миссии, кто помоложе, на роликах в городскую больницу с мандаринами, потому что там нужны витамины. Одна пора поехала на специальном библиомобиле в сельскую местность. Весь год трудился, я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Этот дедушка Мороз говорит, что пение – одна из его фишек. Он представляет детский сад номер 18. В обычной жизни это отец и дочь. Пригласили помочь, согласился. Долго готовиться не пришлось. Получается, что в прямом смысле тряхнул стариной. Лет 25 назад я участвовал, тоже был Дед Морозом, когда служил здесь в армии. Тоже в детском саду. Видите, как все по спирали возвращается. Символы Нового года иногда капризничали, видимо, осознавая собственную значимость. Здесь же ярмарка, на которой можно купить подарки и подкрепиться. Изделия ремесленников, продукция местных предприятий, все, чем богат город-курорт. Семья Рыковых пришла в полном составе. Мама, папа, сын. Каждым годом я могу сказать, что только все лучше и лучше. Во-первых, звездное небо очень понравилось. Опять же, проводится много мероприятий для людей, что очень тоже радует. Ну, в принципе, все, все нравится. Здесь для любого возраста, возрастной категории ребенка, я думаю, каждый найдет здесь чем заняться. Гуляние и ярмарка на главной городской площади будут все праздничные дни. На новогоднюю ночь запланирована специальная программа. Сегодня в администрации города состоялось последнее в этом году аппаратное планерное совещание, на котором говорили об организации системы жизнеобеспечения города в период неустойчивой зимней погоды, реконструкции социальных объектов и других темах. Первый заместитель главы Анжелика Бузунова поручила управлению жилищно-коммунального хозяйства держать на постоянном контроле работы по капитальному ремонту кровли и лифтов, которые сегодня выполняются в ряде многоквартирных домов. Также контроль за состоянием разрытий на дорогах. Они должны быть устранены в кратчайшие сроки, несмотря на погодные условия. В связи с этой погодой, значит, с коммунальщиками прорабатывайте, чтобы, если есть где-то какие-то, так же, кровли открытые, если какие-то жалобы людей, чтобы это в оперативном порядке решили. И контроль за производством развития. Пожалуйста, подготовьте список развития, который у нас сейчас в работе, что восстанавливает, как работы проводятся в связи с погодными условиями. Если где-то приостановлены работы, значит, этих подрядчиков приглашается в работу. Даже в связи с такими условиями остановиться не должно. Людмила Мурашова попросила курируемые подразделения взять на контроль своевременную очистку от снега территорий социальных объектов не только внутри, но и снаружи. Также она сообщила, что офис врача общей практики на улице Чехова получил лицензию и должен начать встречать пациентов уже до конца текущей недели. Глава города Сергей Сергеев акцентирует внимание на вопросе оформления пакета документов по пристройке к школе номер 5. Это одна из приоритетных задач для управления, курирующих этот вопрос, так как дополнительные места в школах и садах городу необходимы. Что у нас, скажите, с пристройками к школам? С пристройками к школам у нас сегодня то по съемке сделаны, определены школы. Это пятая школа, мы получили уже ваше согласование. Сегодня идет работа с инвесторами для того, чтобы они там начали уже работать. Также в планах шестая школа у нас на сегодняшний день. Мы вошли в заявку, мы написали заявки в Министерство образования. Так, Людмила Юрьевна, значит, наличный контроль. И мне тогда не в течение часа, а я вам даю время до конца этой недели, то есть до пятницы включительно, вы мне показываете полностью весь пакет документов вместе с проектом. Заместитель главы Александр Колесников сообщил, что всю предстоящую неделю прогнозируется нестабильная погода. Температура воздуха будет колебаться от минуса до плюса. В связи с этим надо наладить круглосуточный обмен информацией единой дежурно-диспетчерской службы со всеми сельскими округами. В общественные советы необходимо привлекать предпринимателей и молодежь. Такое предложение внес заместитель главы города Олег Костенко на мероприятие, посвященном подведению итогов работы совещательных органов. Со своей стороны он пообещал административную поддержку всем полезным инициативам. О том, что уже удалось делать и что еще только предстоит, в следующем материале. Заместитель главы Анапы Олег Костенко сразу внес коррективы в ход встречи. Не выходить к трибуне с докладами, а просто общаться, тем более, что чайная атмосфера располагала. Кроме того, в режиме живого общения интересно обсудить наболевшие вопросы, а отчет можно оставить на десерт. В Советы общественности необходимо более активно привлекать предпринимателей. Это в их интересах. Чем выше качество жизни населения, тем эффективнее вести дела. Кроме того, необходимо более активно привлекать молодежь, искать местных лидеров и приглашать их на заседание. Если мы потеряем этот слой, ну, эту категорию, ну, мы потерять можем и страну в итоге. Потому что я, допустим, да, через какое-то время тоже выйду на пенсию, выйду пенсионерами, мнением безразлично, кто будет руководить нашей страной, какие люди будут руководить нашим городом. А чтобы это все произошло, чтобы это нормально, мы передавали из поколения в поколение, мы должны их подтягивать, привлекать. Сначала, может быть, ему будет непривычно, может, даже смешно, как мы там кого-нибудь там ругаем на Совете общественных. Потом он со временем втянется и скажет, знаете, ребята, ну, это так, это так надо делать. В зале председатели общественных советов. Они действуют как в Анапе, так и во всех сельских округах. Их основная задача – объединять усилия граждан и муниципалитета в решении социально значимых вопросов. Субсехи в этом году помогли школам, пообщавшись с родителями нарушителей. Заложили новый храм по инициативе местных жителей. В планах разбить сквер и найти место для Дома культуры. Хочу сказать, что лицом к нам повернулась администрация, что к нам на Совет общественности приходят и представители ЖКХ, и муниципальный контроль. То есть вопрос, если связанный, например, с незаконным строительством поднимается, мы приглашаем с муниципального контроля. Если вопросы касаются, ну, каких-то там полиции, к нам приходят представители, которые работают с силовыми структурами. То есть в настоящее время, я хочу сказать, на Совет общественности у нас весьма представительный. В Витязевском сельском округе готовятся к реконструкции стадиона. Олег Костянко заметил, что в курортный поселок приезжают люди со всей страны и необходимо более активно наводить порядок в торговле. Председатель местного совета общественности заверил, что уже подняли вопрос с ролетами вдоль дороги на пляж. Мы предупредили уже всех предпринимателей, которые там работали, что так дальше в таком виде не пойдет. Пойдет там и реконструкция торговых помещений, и доведение порядка по тротуарам, по проезжим. То есть мы по этой проблеме поработаем. Олег Костянко пообещал максимально возможное административное содействие полезным инициативам. Сегодня обществу необходима консолидация. Для этого нет более конструктивной идеи, чем делать жизнь комфортнее. При этом успех никто себе присваивать не собирается. Важен результат. На заседании Совета общественности также подвели итоги конкурса название «Лучший сельский округ». Первое место и премия в размере 100 тысяч рублей на развитие территории присуждено Анапскому сельскому округу. Второй занял Виноградный округ, на развитие которого отправится 70 тысяч рублей. И почетное третье место у Первомайского сельского округа. Ему на развитие выделят 50 тысяч рублей. В рамках Зимней Олимпиады 2014 года в качестве группы поддержки был создан Большой детский сводный хор России, который действует и по сей день. Руководителем этого глобального проекта выступил знаменитый дирижер Валерий Гиргиев. В результате проведенных кастингов в составе хора уже побывали две анапчанки и забыл Андрей Насян и Полина Сарапулова. Как стало известно, в состав хора вошла третья анапская вокалистка. Это солистка образцового детского коллектива «Серебристые звоночки» Марина Скоропад. Она единственная анапчанка, которая представит наш город на отчетном концерте в Москве в новогодние праздники. В своей очереди на выступление в Большой сводный хор России Марина Скоропад ждала целых два года. И вот совсем недавно она узнала, что в составе десяти человек со всего Краснодарского края она удостоена чести представлять анапу как одна из вокалисток знаменитого коллектива. Я когда узнала о том, что меня возьмут в большой состав детского хора России, это было в 2014 году, в июне месяце, мне, значит, позвонила мама, говорит, я очень обрадовалась, что я попала в этот состав, в эту десятку из Краснодарского края. Я очень счастлива была. И когда мне вот недавно сообщили об этом, недели так за две, что надо подготовиться к этому мероприятию, мы начали собирать документы, готовиться, готовить произведения эти. Вот. Ну, я думаю, что у меня все получится, и я свой город представлю хорошо, достойно. А репетиции идут полным ходом. Заслуженный работник культуры Кубани Тадьяна Глебова уже выпустила двоих своих воспитанниц именно в этот хор, поэтому знает все тонкости работы при подготовке вокалистов к проекту. На сводные репетиции в Москву необходимо прибыть уже подготовленным. Марина наработала репертуар, в который вошли произведения Прокофьева «Новогодние песни» и, конечно же, «Гимн России». Преподаватель уверен своей подопечной. Вместе они уже шесть лет. Открылся у нее красивый голос за это время, красивый тембр голоса появился. Она очень любит петь. И вот эта любовь к пению привела ее к таким достижениям, к таким успехам. Она выступает на конкурсах, у нас участвует в различных конкурсах, в концертных выступлениях участвует в различных. То есть она уже имеет какой-то уже опыт в этом плане. И плюс к тому она имеет уже какие-то наработки профессиональные. То есть она уже разбирается в нормальной грамоте, может сыграть свою партию в хоре. И сольные произведения тоже так же может сесть и разучить. Потому что для того, чтобы выступить с хором России, нужно подготовиться к этому. Огромное содействие для реализации этой возможности оказали глава города Сергей Сергеев и начальник управления культуры Марина Мельникова. Благодаря их усилиям муниципалитет нашел средства для финансирования поездки юного дарования в столицу. Уже завтра Марина Скоропак в составе делегации Краснодарского края вылетает в Москву на сводные репетиции, куда также прибудут дети со всех регионов России. А 27 декабря состоится ее первое выступление в Креблюзском дворце. Реализуй свои мечты, а не чужие. По таким девизам в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» стартовал форум молодых бизнесменов Кубани. В течение недели 333 участника в возрасте от 18 до 30 лет будут посещать мастер-классы профессионалов, обмениваться опытом, работать над собственными бизнес-проектами и играть в специальные обучающие игры. Участники форума приехали со своими идеями. Они ждут, что форум поможет воплотить их в жизнь. Будь то кафе с игровой зоной или кузница, каждый готов упорно работать, чтобы сделать мечту реальностью. Хочу сделать кафе, чтобы было отведено для детей место. Как бы большую часть уделялось, чтобы детям. Я надеюсь, что мне помогут на этом мероприятии это организовать. Сам я кузнец и приехал сюда с проектом кузнечного дела. Хочу реализовать свой проект, свою кузницу, чтобы воплощать свои мечты в жизнь, доводить свое до ума и радовать людей. Первый проводник в мире бизнеса – Барри Алибасов. Успешный бизнес-тренер, человек, которого по праву называют главный стартапер России. Сразу после открытия Барри дал свой первый мастер-класс под названием «Мышление миллиардера». Я хотел донести ребятам, что главное – это мозги. Потому что многие из ребят пытаются найти золотой ключик вовне. Какую-то бизнес-идею, какой-то бизнес-модель, какой-то инструмент рекламный, или каких-то внешних людей, которые сделают им бизнес. Но, открыв 15,5 тысяч стартапов силами других людей, я понимаю одну простую вещь. Что для того, чтобы у вас появилась технология, человек, идея, которая начнет работать и приносить деньги, надо для этого подготовить свой мозг. После разминки для ума участники получают ценные советы от Барри Алибасова. Главный стартапер России считает, что для развития необходимо ежедневно уделять время, чтобы просто подумать. Ведь современный человек стремится сделать много дел за день, но совсем забывает думать и анализировать их. Барри уверяет, что не нужно бояться своих ошибок, а скорее любить их. Ведь это опыт, благодаря которому вы сможете развиваться. Ну и, наконец, тренер советует уйти от оценочного решения, что хорошо, а что плохо, к увеличению количественных решений, по которым ты идешь. Я был очень удивлен и поражен тем, что здесь подавляющее большинство людей, которые находились в зале, а это более 300 человек, они все сидели, слушали, записывали. И у них горели глаза. Я очень удивлен, мне это безумно приятно. Я уже с предвкушением жду завтрашнего мастер-класса, потому что у меня уже вот у самого сердца бьется, развивается с этим народом, делиться следующим шагом. А я напоминаю, что наш генеральный партнер производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова